Ну, оттуда вам видно, нет? Да, ну хорошо. Я думал, что можно листать. Добрый день. Коллеги, у меня короткая презентация, слайдиков, наверное, 20 здесь у меня для вас. Потом вы можете с ней ознакомиться более подробно. Ну, я бы хотел начать, наверное, с итогов текущего сезона, который у нас заканчивается буквально в течение ближайших пары недель. И мы выходим на следующий сезон, да? Ну, во-первых, начнем с мирового рынка. Мы все с вами видим и знаем, что мир прошел через серьезное потрясение в прошлом сезоне. И связано это было прежде всего с ковидом. Каким образом все происходило, хочу напомнить канву событий. У нас состоялся очень серьезный брос ковидных денег, ковидной ликвидности в мировую экономику. Если вы посмотрите, вот, например, Соединенные Штаты в Америке, которые я всегда показываю как наиболее характерные. Здесь, коллеги, получилось так, что у нас возросла денежная масса М1, так называемая. Финансисты это хорошо понимают, что такое денежная масса М1. Буквально за один год она возросла в Соединенных Штатах Америки раза в 3,5-4. Посмотрите. То есть, если коротко, попростецки говорить, то у нас долларов стало в американской экономике, ну, не только в американской, в мировой, в 3-4 раза больше, чем это было год назад. Давайте представим себе, вот, что такое, вот, 3,5 раза больше долларов, чем это было год назад. Следующий слайд. Значит, естественно, что часть этих денег колоссальных, а поскольку речь идет не только в Соединенных Штатах, но примерно тем же, примерно в тех же масштабах занимался и европейский банк, и европейские банки, да, значит, и японский, и японский центральный банк, и австралийцы, и все те страны, которые, так сказать, контролируют денежную, мировую денежную политику, они занимались вбросом, так скажем, наличности для того, чтобы спасать собственную экономику, да. Значит, вот, небольшая частичка этих денег перепала и рынком комодитис, биржевым товаром, да. Значит, вот здесь представлена динамика нашего любимого индекса, который называется CRB, это индекс цен биржевых товаров основных. Почему он нам нравится? Потому что здесь очень много сельского хозяйства. Но здесь есть и металлы, здесь есть и газ, и нефть. Вот, и удобрения, здесь много чего есть, но вот очень много, здесь очень много сельского хозяйства. И посмотрите, я хотел бы напомнить очень интересный такой факт, что вначале, вначале, все уже забыли об этом, но был очень короткий период, недельки две так, когда мировые цены на ковиде начали падать, на комодитис. Вот этот кусочек очень хорошо виден, это примерно там март, начало апреля, когда всем показалось вначале, что результирующим вектором воздействия ковида будет падение мировых сырьевых рынков, потому что, ну, спроса нету, денег нету, до развивающихся стран ничего не доедет, девать продукцию некуда и так далее. Значит, потом выяснилось очень быстро, значит, все опомнились и поняли, что это совершенно неверная теория, что все будет ровным счетом наоборот, и наши с вами любимые товары, их цены стали пухнуть, как на дрожжах. Следующий слайд. Да, и тут параллельно, в течение всего прошлого сезона, очень не вовремя, вот здесь у меня, к сожалению, не видно, не виден название этого слайда, но, значит, называется он, Китай выбрал совершенно неверный сезон для того, чтобы войти с дополнительными покупками в сельскохозяйственные рынки. Так называется этот слайд, то есть более, так скажем, неудачного, мягко говоря, сезона, когда нужно входить было на рынке, выбрать было сложно, но китайцы это сделали, и вы видите, что по всем четырем позициям ключевым, кукуруза, пшеница, ячмень, вот очень многие говорят о кукурузе и сои, да, значит, но Китай еще является очень крупным покупателем ячменя, и вы видите, что в прошлом году он купил близкие к рекордным объемам ячменя, значит, и вошел, купил рекордный объем кукурузы, никогда он столько кукурузы вообще не покупал, значит, и купил близкие к рекорду объемы пшеницы, был момент, там вот в предыдущие годы, когда Китай купил больше, но в этом году он купил, в общем-то, второй, второй объем за всю историю, так сказать, импорта китайского, и посмотрите на крайний правый столбик, розовенький, да, это то, что мировые аналитики предполагают произойдет в этом сезоне, в этом сезоне, в 21-22 году, значит, Китай по всем признакам, значит, никаких других пока нету индикаторов, собирается повторить вот этот подвиг вот текущего сезона, да, и в следующем тоже, и порадовать всех нас с очень высоким уровнем закупок. Значит, при этом мы видим, что Китай уже законтрактовал колоссальные объемы, допустим, кукурузы, нового урожая в Соединенных Штатах Америки и в соседней Украине, по Украине, значит, мы видим, слышим о том, что уже законтрактовано 6-7 миллионов тонн кукурузы, это половина того, что производит вся Россия, чтобы мы с вами понимали масштабность, да, этого дела. Значит, то есть это колоссальные объемы, предполагается, что и в этом году они снова закупят. Следующий слайд. Значит, при этом рубль, значит, у нас эволюционировал по-разному в течение сезона прошлого и сейчас ведет себя, значит, что происходит. Ну, вначале он девальвировался довольно серьезно и потом мы видим потихонечку укрепление, которое наблюдается вот сейчас, да, потихонечку, некоторые укрепления, которые начинают уже нервировать, так сказать, всех участников нашей экспортной цепочки, потому что снижает существенно нашу конкурентоспособность. Следующий слайд. Значит, ну, напомню о том, что примерно в декабре прошлого года, 20-го, все цены на все, так сказать, ключевые товары российские, включая здесь зерновые показаны, но если мы с вами посмотрим на масличные, там была примерно такая же история, она продолжается. Значит, они выскочили на рекордно высокие ценовые уровни и наше правительство вынуждено было вмешаться в серии всевозможных ограничений, прежде всего пошлин, да, в меньшей степени квотирования. Ну, наше правительство вынуждено было вмешаться и цены, благодаря сочетанию вот этих мер государственного регулирования и тому, что мировой рынок тоже стал потихонечку остывать, значит, цены стали, ну, довольно серьезно просели после вот этого колоссального рекорда, который здесь вот изображен вверху справа. Следующий слайд. Значит, но к тому времени аграрии наши уже, по сути, свои сбытовые программы в основном выполнили на европейской территории России, то есть две трети, от двух третей до трех четвертей зерна было и масличных было уже к тому времени реализовано, когда все это началось, вот это падение государственного регулирования, да. И мы каждый год по одной и той же группе хозяйств считаем затраты и выхлоп. Здесь представлен выхлоп, то есть маржа с гектара по примерно одному и тому же пакету хозяйств, которые мы ведем уже довольно долгие годы. Значит, все это понятно, что довольно субъективно, понятно, что в каждом хозяйстве свои затраты, понятно, что в каждом хозяйстве свой подход и своя методология к оценке выхлопа с той или иной культуры. Понятно, что это средняя, так скажем, среднепотолочная, средняя температура по больнице, но тем не менее, в общем и целом, мы видим рекордную маржу, намытую нашими аграриями в рублях в текущем сезоне. По всем практически, за редким исключением, ключевым товарам, ну редкое исключение, это прежде всего сахарная свекла, по которой состоялся неурожай на юге и в центре, если вы помните. А так, по всем зерновым и масличным мы видим рекордную маржу в рублях, в рублях, несмотря на то, что вот вступили в силу меры государственного регулирования. Очень хорошо себя показала соя, очень хорошо себя показал подсолнечник, неплохо себя показала кукуруза, значит, пшеница рекорд, ячмень вот так похуже в некоторых регионах, но тоже достаточно весьма достойно. Следующий слайд. Теперь вот о новом сезоне, как мы его видим, несколько штрихов, да? Ну, штрих номер один. Вот то, что мы видим в последние недели, примерно, ну, может быть, даже месяц уже, больше месяца, значит, это очень интересное явление, когда цены на наш основной экспортный и производственный товар определяются не тем, в основном определялись до недавнего времени, определялись не тем, что творится, собственно говоря, с пшеницей, да, а определялись ценами на соседнем рынке, на рынке кукурузы. Дело в том, что неурожай в Бразилии, колоссальные, минус 20 миллионов тонн, можете себе представить, да, минус 20 миллионов тонн в Бразилии и довольно-таки слабенькие перспективы, относительно слабенькие перспективы урожая в Соединенных Штатах Америки нового сезона, да, значит, плюс вот это вот ожидание того, что Китай повторит свой подвиг привели к тому, что кукуруза, которая всегда в мире и на биржах, и на фобах везде торгуется дешевле, чем пшеница, посмотрите, желтенькая кукуруза, значит, она начала бурно расти и потащила за собой пшеницу, потащила за собой пшеницу вверх. Каким образом это происходит? Ну, сидят, значит, менеджеры, управляющие компаниями торговыми и видят, что кукуруза прет вверх, и мысль простая, что продовольственная пшеница не может стоить по определению дешевле фуражной кукурузы. Значит, раз кукуруза идет вверх, значит, будет серьезное замещение кукурузы фуражной пшеницей во всем мире, да, где это можно делать, да, и поэтому будет дополнительная тяга, дополнительный спрос на пшеницу фуражную, и это все потащит за собой продоволку тоже. И вы видите, что тронулась с места пшеница тоже, пошла вслед за кукурузой, потом на каком-то этапе они закрутились, так сказать, попали в объятия друг друга, закрутились, да, значит, начали танцевать всевозможные танго, да, с разными, так сказать, в разных позах, да. Но сейчас, коллеги, вот это все закончилось, и мы видим, что под гнетом, под влиянием нового, весьма и весьма достойного урожая, которым я скажу через несколько минут пшеница, снова вот как бы она пошла вниз, и уже находится ниже даже кукурузы. Это вот это форвард, это фьючерс на самом деле сентябрьский, да, это сентябрьский фьючерс. Вот она находится ниже кукурузы. Следующий слайд. Значит, еще один момент, он связан с пошлиной, с пошлинами. Значит, я вот этот слайдик показывал в Геленджике на недавней конференции. И он агрария в наших, так сказать, я думаю, что заставил очень серьезно задуматься. Значит, вот наша, вот эта пошлина, переменная, да, переменная пошлина, которая меняется каждую неделю. Значит, мы каждую, то есть каждую неделю мы для себя и для наших, так сказать, подписчиков делаем какие-то все новые и новые интересные открытия. Все новые и новые интересные открытия. Она не дает нам совершенно скучать и преподносит нам все новые и новые такие условные сюрпризы, да. Вот одним из этих открытий является то, что совершенно по-другому теперь может выглядеть, ну, стратегия традиционная наших аграриев и особенно, кстати, в Ростовской области. Агрария в Ростовской области. Сейчас давайте я все-таки, ну, минутки три вот посвящу этому слайду, потому что он, на мой взгляд, очень важен для всех нас. Значит, посмотрите, вот у нас есть красненькая линия. Видите, вот красненькая линия, да. Значит, эта красненькая линия, она является результатом того, что мы берем каждый месяц и отнимаем от стоимости, от рыночной стоимости пшеницы, стоимость ее хранения, в данном случае в хозяйстве. Значит, хранение в хозяйстве, мы с вами понимаем, стоит тоже каких-то денег, да. Это, ну, понятно, само хранение плюс то, что вы теряете, ну, не вы, а наши аграрии теряют на, как бы, финансирование. Называется эта штука приведенная стоимость. То есть, условно говоря, вы могли бы продать эту пшеницу в начале сезона, положить денежки на депозит и получать какой-то процентик, да. Допустим, там 3-4 процентика вам бы капало. А вместо этого вы держите пшеницу в хозяйстве. Не вы, а они, да. Держат пшеницу в хозяйстве. И это стоит денег. Мы вычитаем эту недополученную выручку, мы каждый месяц вычитаем, да. И у нас получается, что в прошлом сезоне, в 2020-2021, который заканчивается на наших глазах, хранить в общем и целом было выгодно. Потому что, вы видите, красненькая линия находится выше, вот ватролинии, да, выше нуля процентов. То есть, продать было наиболее выгодно, получается, где-то в ноябре. С ноября это становилось все менее выгодно, но тем не менее, даже те, кто дотерпел до конца сезона, до мая, до июня, они все равно будут в некоторой прибыли. Да, они все равно будут в некоторой прибыли. Мы взяли и наложили вот на эту штуку нашу переменную пошлину, как если бы вот она была вот по тем ценам, да, по тем ценам, которые были в прошлом сезоне. И вы видите, что переменная пошлина, если она будет вот в том виде, в каком она сейчас работает, она вот эту стратегию может, ну, как вам сказать, сделать довольно бессмысленной. Почему? Потому что, чем выше цена, чем нам платит выше мировой рынок за наше хранение, да, тем будет выше пошлина, которая отнимает 70% от прибавки от всего того, что идет, что выше 200 долларов, да. Если вот, если бы это было, вот это хранение в нынешнем сезоне, при нынешней пошлине, то получается, что, значит, нужно, чтобы цены выросли там до сумасшедших уровней, до супер сумасшедших уровней, понимаете, мировые, да, чтобы было осмысл, вот, ну, был смысл какой-то держать пшеницу у себя. Поэтому я вот думаю о наших, так сказать, традиционных ростовских, значит, председателях, да, которые любят поддержать до мая месяца, да, до июня хорошую пшеничку, да, потом, так сказать, рассказывая с февраля месяца всем сказки о том, что ничего не осталось, да, трейдерам, потом в мае месяце все это вылезает на рынок, да, значит, и они там продают с большой премией, потирая руки, да, вот в этом году может получиться так, что если вот все вот это так сохраняется, как сейчас, то их может постичь довольно серьезное разочарование вот с таким режимом, да, то есть это тоже надо осмыслить всем нам и понимать, что делать в этом сезоне и как. Следующий слайд. Значит, теперь вот, ну, несколько моментов о, несколько моментов о вообще, что собой представляет наш юг России, да, с точки зрения структуры посевных площадей. Значит, мы видим, ну, ряд очень интересных, так скажем, факторов. Первый, который не отмечен вот на этом слайде, я его просто, так сказать, не записал сюда, но он очень важен. То, что по югу, по трем регионам юга, несмотря на то, что, казалось бы, ну, все, так сказать, все площади занято, но тем не менее, с 2002 по сравнению с 2018-2020 у нас добавились площади посевные. У нас добавились посевные площади. Значит, это случилось, во-первых, за счет того, что, ну, паров, пары подсократились в Ставрополе, значит, второе, это пастбища ликвидированные, третье, значит, люди, все-таки, все клочки, так сказать, земли, которые можно обрабатывать, они, так сказать, введены в обработку, и, наверное, еще что-то можно там добавить по некоторым регионам, но осталось уже совсем немножко. Это первое. Второе, это в рамках растущей экспортной ориентации вот этого региона, здесь Краснодарский край, Ставропольский, Ростовская область, кстати. Здесь нет Волгоградской области, все-таки мы считаем, что Волгоградская область, ну, она как бы особняком стоит, это не совсем, так сказать, не совсем юг, да, значит, это что-то все-таки ближе к, ближе к Поволжью. Так вот, в рамках растущей экспортной ориентации произошла очень серьезная подвижка в сторону озимой пшеницы при, в общем-то, сохранении озимого ячменя, озимого ячменя, да, но в основном это озимая пшеница, вы видите, которая теперь во всех посевных площадях юга России, трех регионов юга России уже перевалило официально за 50%, то есть, это примерно 55-60% все в обороте, то есть, это абсолютно сумасшедшее, так сказать, ну, это вот как в Америке, там кукуруза, соя, соя, кукуруза, кукуруза, соя, соя, кукуруза, так вот, у нас на юге, значит, что-то 60% в силу обороте, значит, это в среднем хозяйстве, это означает, что, значит, пшеница по пшенице, это уже стало такой, как бы, обыденной историей, значит, это средний силу оборот, то есть, у нас ведь есть хозяйства, у которых немножко другая специализация, да, и там пшеница поменьше, то есть, получается, что в оставшихся хозяйствах ее еще больше, да, значит, и третий момент, тоже очень важный, это изменение, климата, от которого никуда не деться, и главным здесь, тут можно на эту тему много говорить, а сколько у меня времени, а то я тут что-то заговорился, значит, коллеги, ну, главным здесь все-таки, вот из главного здесь, я все-таки выделил, наверное, вот эту жару, которая опускается на Краснодарский край, Ростовскую область, и даже запад Ставрополя, опускается в июле, пика ее достигает где-то июль-август, и опускается она в самый неподходящий момент для пропашных, для яровых культур, таких как кукуруза и соя, и в этой связи мы видим, что до определенного момента у нас бурно росло, росли пассивные под кукурузой в этом регионе на юге, до определенного момента, и потом, значит, наступил какой-то момент истинное разочарование, так что кукуруза, вот соя не растет, несмотря на то, что она дает на европейской территории России, с формальной точки зрения, абсолютно бешеную доходность, абсолютно бешеную доходность, да, значит, соя не растет, кукуруза просто сокращается, потому что, значит, местные аграрии видят, что это страшно рискованное дело, что каждый год во многих, так сказать, местах они сталкиваются с одним и тем же, значит, как раз в тот момент, когда кукуруза выбрасывает метелку и начинает свисти, да, значит, случается вот беда, и все, с подсолнечником то же самое, несмотря на то, что подсолнечник гораздо более засухоустойчивый, там то же самое случается, поэтому посевные даже под такой культурой, которая дает бешеную урожайность, бешеную доходность, даже под подсолнечником посевные не растут. Следующий слайд, значит, ну, несколько просто вот на злобу дня, несколько слайдиков вам, как идет посевная в этом году, значит, яровой пшеница насеяна очень, так сказать, колоссальный, колоссальный объем, колоссальной площади, но она распределена в этом году у нас по стране неравномерно, ну, яровая пшеница, это не ваша, так сказать, не ваша культура, не культура Юга России, но я просто расскажу, чтобы для интереса, потому что это важный момент. Распределена она крайне неравномерно по территории России вот в этом году, в том смысле, что у нас состоялся следующий слайд, да, вот посмотрите на ПФО и посмотрите на центр. Так, это что-то вот у нас, я даже не понимаю, какая это... Нельзя, вершину плашку убрать и подвинуть. Да, извините, вот это не ПФО внизу, вот не ПФО внизу, это просто, я не знаю, почему так случилось, но это не Поволжье, это центр, это центр, коллеги, вот вы видите, миллион четыреста восемьдесят, это центр, и мы думаем, что там будет все миллион, полтора миллиона гектаров под яровой пшеницей. Я вам скажу, что мы с восемьдесят первого года посмотрели, у нас есть статистика с восемьдесят первого, нет, с семидесятого года, с семидесятого года мы никогда не видели такого, с семидесятого года мы никогда не видели таких посевных площадей в центре под яровой пшеницей. Значит, это все здорово, это все было бы здорово, если бы мы не знали причины этого дела, а главная причина состоит в том, что у нас состоялся грандиозный, так скажем, ну, у нас состоялась катастрофа с озимой пшеницей в центре, у нас состоялась катастрофа с озимой пшеницей в центре, и вот значительная часть этой катастрофы, она как бы нужно было заштопать примерно там где-то больше, намного больше миллиона гектаров, намного больше миллиона гектаров, и мы видим, что вот эта штопка, она, так сказать, заняла, там, пошла частично за счет рекордного сева яровой пшеницы, значит, сразу скажу, что все яровые в центре, да и в Поволжье, в западной части, по крайней мере, Поволжье, находятся в очень хорошем состоянии, и там будет возможно, что в центре у нас будет грандиозный урожай, грандиозный урожай на севовой пшенице, а вот на Урале и в Сибири вы видите недосевчик, небольшой, статистический, значит, и это все не просто так, это связано с двумя группами факторов, во-первых, в Сибири многие уходят в масличные и в зернобобовые, и во-вторых, там просто очень серьезная проблема с, ну, короче, там засуха, если говорить коротко, там засуха, и на Урале и в Сибири, то есть, вот этот огромный регион, от Самары до запада Алтая, с прихватом северной части Краснодара, Казахстана, это все засуха либо засушливые условия. Следующий слайд. это ячмень, ну, здесь ничего такого экстраординарного по стране не происходит, за исключением того, что все-таки недосевчик, недосевчик по ячменю. Следующий слайд. Значит, это у нас кукуруза, значит, по кукурузе состоялся небольшой для нас сюрприз, потому что мы считали, что кукуруза очень прибыльная, хорошая культура и был бы рекордный сев, мы так думали, несколько, еще пару месяцев назад, но у нас мы считали, что будет недосев небольшой по кукурузе из-за нехватки семян, потому что мы знаем, что с семенами очень большие проблемы, значит, вот, если я правильно понимаю, сингента не довезла семян в Россию, да, вот Дюпонт там, поздно, да, к сожалению, да, Дюпонт там, ну, короче, вот все, так сказать, наши мажоры, они не довезли семян в Россию, предательски не довезли семян в Россию, старались, но не довезли, кукурузе, и к нашему удивлению, значит, ничего из этого так не получилось, значит, наоборот, у нас получился, у нас получается, коллеги, скорее всего, будет близкий к рекордному, либо даже рекордный сев, значит, по, вот здесь вот не видно, ну, короче, это был в конечный, так скажем, конечный сев по Росстату, это 3 миллиона 50, да, вот по Росстату 3 миллиона 50, вот там, где вы видите, вот есть такое, да, 3 миллиончика тут стоит, но это оперативный по Минсельхозу, а по Росстату конечный сев был 3 миллиона 50 в далеком 2018 году, и мы думаем, что, скорее всего, Россия перешибет вот эту цифру в этом году, и будет, наверное, 3,50, либо выше, это будет рекорд посеву кукурузы, следующий слайд, да, вот так у нас идет сев СОЯ, значит, по СОЕ, ну, что сказать по СОЕ, вот по Южному Федераю, по Югу, Юга из КФО, справа вы видите, да, вот то, о чем я говорил, значит, ниже тренда, несмотря на колоссальный, буквально, на колоссальную рентабельность и прибыльность по СОЕ, Агрария и Юга особо сильно в это дело не верят, не хотят в эту лотерею играть, играть, мы видим, что по сравнению с трендом даже небольшой недосевчик получился, а вот центр, вы видите, по Волжье, значит, это выскочили вверх, в центре мы ожидаем революционных изменений, позитивных, поскольку там открывается несколько крупнейших заводов по переработке сои и других масличных в центре, два из них откроются уже в этом сезоне, и вот уже под эти заводы, мы об этом говорим уже, наверное, года два на всех конференциях о том, что надо сеять сою и другие масличные в центре, и мы видим, что Аграрии в эту сторону повернулись и уже посеяли рекордное количество сои, она находится в отличном там состоянии, очень хорошем, и в Поволжье тоже, ну, небольшие объемчики, несравнимые, видите, там микроскопические по сравнению с центром, посмотрим, шкала другая совсем в Поволжье, но все равно там тоже идет. Значит, проблема на Дальнем Востоке, в Амурской области, недосев в связи просто с ужасающими погодными условиями, они очень долго не могли просто зайти туда в поле. Следующий слайд. Да, подсолнечник. Мы с самого начала, с самого начала, еще несколько месяцев назад провозгласили рекорд по посевным, по подсолнечнику. Значит, наша цифра была 9 миллионов 500 тысяч, 9 миллионов 500 тысяч, это на миллион больше, чем было, был рекорд прошлого года, на миллион гектаров больше рекорда прошлого года. если вы 9500 разделите на 8500, как было в прошлом году, вы поймете, какая-то колоссальная прибавка. Значит, вы видите, что у нас рекорды по всей России, да, но здесь пока идет 9123, но сев, так сказать, потихонечку, ну, статистически, он закончен уже, по сути, кроме, может быть, какой-нибудь Волгоградской области, где они продолжают, так сказать, мучиться, но, значит, мы знаем, что потом Росстат добавляет 1200, то есть, мы думаем, что, ну, 9300, может, 9500, это, так сказать, мы немножко переборщили, но 9300 должно быть, должно быть. И мы видим центр по Волжьям, Сибирь-Урал, несмотря на засуху, и даже юг у нас очень серьезно добавили до рекордных значений. Следующий слой. РАПС уберем отсюда, не будем. Да, у меня его и нету здесь, да. Значит, смотрите, теперь, вот, в общем и целом, что мы видим? Значит, быстро пробежимся. Значит, 82 миллиона тонн, это наш текущий прогноз на 2000, вот, правый, правый столбик, это 2021 год. Правый столбик, 2021 год. да, смотрите, 82 миллиона, значит, если, допустим, ну, приставят мне нож к горлу и скажут, двигай куда-нибудь эту цифру, вот сдвинь ее куда-нибудь, вниз или вверх, значит, я ее сдвину вверх, коллеги. Если приставят нож к горлу, я ее сдвину вверх. И даже не хочу и говорить на какую цифру, я ее сдвину. Но это пока мы ждем, мы не хотим, у нас будет, через неделю у нас начинается наш кроп-тур, очередной Икаровский, 14 по счету, по югу, и мы ждем, так сказать, его результаты, вот только после этого или в ходе кроп-тура мы будем принимать окончательное решение. Значит, по ичменю мы видим недосевчик и ставим скромные 19 миллионов, хотя вполне достойные. По кукурузе текущая оценка наша 15,2 миллиона тонн, это второй в истории России урожай. Есть вероятность, что это будет и выше цифра, есть вероятность. Но мы хотим все-таки дождаться вот июля и посмотреть, что будет с цветением кукурузы на юге. Не будет ли засухи в центре, как это бывает, что он нам даст по Волжье, что нам даст по Волжье. И только после этого двигать кукурузу возможно вверх. Но тоже из интересных цифр это подсолнечник, это мы ожидаем рекорда пока по подсолнечнику и может быть это будет за 16 миллионов. Значит, по сои пока ожидаем рекорд, но мы уже его, вот сою к сожалению вынуждены сокращать, потому что потому что вот из-за вот этих проблем на Дальнем Востоке. А это огромный регион, да. По РАПСу мы ждем рекорда, Лен рекорд и это будет скорее всего не 840, а за 900 или даже может быть за миллион. Ну и сахар это такое возвращение на наше традиционное, так сказать, на традиционный уровень по сахару. Следующий слойк. Значит, теперь я хотел бы... А, ну да, вот смотрите, значит, это здесь вот нет лозунга очень интересного. Значит, в рамках вот этого очень высокого урожая, который мы ожидаем по югу, значит, есть очень интересная такая интрига статистическая. Значит, это здесь производство общей ницы в Краснодарском крае Ростовской области. Поскольку здесь вы все из Краснодарского края или Ростовской области, да? У нас еще есть коллеги, которые онлайн сейчас нас смотрят. Да, вот посмотрите онлайн, значит, это очень интересная журналистская штука, да? Значит, Краснодарский край и Ростовская область. Значит, вот у нас Краснодарский край и Ростовская область, они неким образом, так скажем, соревнуются в производстве пшеницы. Кто у нас будет номером один и номер два производителем пшеницы в России? Номер один и номер два производитель пшеницы в России, да? Россия, значит, как вы все знаете, это самый крупнейший экспортер пшеницы в мире и как раз эта пшеница идет в основном из Краснодарского края и Ростовской области. Значит, вот у нас до недавнего времени на первом месте, как вы видите здесь, всегда был Краснодарский край. Было всего, может быть, один-два года, когда они выравнивались. Так всегда был Краснодарский край. Значит, шесть лет назад, шесть лет назад, значит, у нас вперед вырвалась Ростовская область, и каждый год, последние пять лет, Ростовская область занимает первое место, побивает Краснодарский край. В этом году, коллеги, мы видим, значит, ну, нечто колоссальное в Краснодарском крае, нечто колоссальное в Краснодарском крае, и думаем, что есть вероятность, что Краснодар, значит, у нас может вырваться вверх, побить Ростов. Но в Ростове у нас есть коллеги, которые могут с этим и не согласиться, наверное, термой. Поэтому это очень интересный такой момент, за которым нам всем нужно будет смотреть и следить, да? Значит, гонка титанов, да? Значит, теперь по урожаю в целом, значит, что нас ожидает с вами? Ну, не нас, а наших оградет. Значит, ожидает нас с вами очень серьезный тяжелый год, очень серьезный тяжелый год. Во-первых, посмотрим на урожай у нас и в соседних регионах. Вот Россия, 82 миллиона мы ставим, да? Но я вам уже сказал, что бы я сделал, если бы приставили нож к горлу. Значит, Украина. На Украине ожидается рекорд 29-30 миллионов. Некоторые нам говорят, что это за 30, почти гарантированно. против 25 в прошлом году. Европейский Союз, коллеги, в прошлом году мягкой пшеницы Европейский Союз вместе с Великобританией собрал 129 миллионов. Вот в этом году, если у них будут начнутся неблагоприятные условия, которых мы пока не видим, значит, у них будет 143 миллиона, а если все будет идти как идет сейчас, нормальненько, не наступит вот это летних жары, да? Когда нам показывают по телевизору, как они оккупируют фонтаны, да? Значит, то тогда будет 148 миллионов, а может и больше. И это, то есть у нас получается 15-20 миллионов прибавки, 15-20 миллионов прибавки в ЕС соседнем, да? Включая, к сожалению, для нас Румынию, которая даст рекордный урожай, Болгарию, ну, это небольшая страна, но тем не менее она довольно важна. Значит, Румыния, которая постоянно портит нам, так сказать, вот эти гасковские тендеры и постоянно путается под ногами у россиян, да? Значит, на внешних рынках. И вот, то есть это очень неприятный для наших аграрий в момент. Серьезные прибавки в двух соседних регионах. При том, что в России, особенно на юге, особенно на юге, ожидается вот то, о чем мы с вами говорим. Следующий слайд. Да, и вот вы видите, что, видите, вот пшеница уже под гнетом вот этого нового урожая, сентябрьский фьючерс, он отцепился, отцепился, и, к сожалению, для нас с вами пока идет вниз, что как бы не может не тревожить. Следующий слайд. И здесь вот на злобу дня. Значит, наш аграрий, он оказался в треугольнике, треугольнике очень серьезных посередке, так скажем. Есть вот такой треугольник, да, который мы можем нарисовать с вами мысленным взором, да, и он оказался посередке этого треугольника. Значит, треугольник такой, значит, у нас идет укрепление рубля, что не очень хорошо, как мы с вами понимаем. У нас уже произошло и происходит очень серьезное повышение цен на средства производства для сельского хозяйства. Вот, Илья не даст соврать, возможно, что мы здесь, это вот тот слайдик, который мы делали, знаете, когда, недели три назад, недели три назад для другой конференции в Ростове, для экспортеров в Ростове. И, к сожалению, для нас он подустарел, потому что мы видим гораздо более серьезный рост цен на удобрения, гораздо более, чем вот здесь нарисовано, и есть вероятность гораздо более серьезного роста цен на химию, химию, потому что мы уже смотрим, сколько стоит глифосат сейчас, и сколько он будет стоить, сколько он стоил год назад, и это уже, так скажем, большая разница, да. Вот, и третий, третий угол вот этого треугольника, это пошлина, это пошлины, которых никто не отменял, и которые срезают, значит, вот наши экспортные, внутренние цены срезают, так сказать, вот цена пошла на 200, допустим, 50, внешняя, да, можно назад отвернуть слайдик, да, вот смотрите, вот она пошла на 250, сейчас находится, да, но это на внутреннем-то рынке, это не 250, нам с вами 50 нужно помножить на 0,7, и полученную цифру отнять от 250, и мы с вами получим, значит, сколько мы с вами получим? 215, ну, да, минус 35, мы с вами получаем 215 долларов при растущем курсе рубля и растущих ценах на средства производства, следующий, ну, давайте, и, да, 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 да,